Народная славянская радио 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 от которых удалось уйти при такой форме они ну во первых мы получили от министерства инвестиции письмо после того как мы зарегистрировали не зарегистрировали когда мы уведомили я уведомил не видел москву уведомлял лично данный сервис и получил вот такой коммерческий коричневым от министерства инвестиции письмо это наш мир вот если сам процесс это наш фундамент железобетонный то вот это письмо это нашит ответ министерства юстиции о профсоюзе они пишут согласно статье 32 федерального закона 12 0 1 96 года за номером 7 п.з. о некоммерческих организациях и статье 38 федерального закона 19 мая 1995 года это 82 федеральный закон об общественных объединениях министерство юстиции российской федерации осуществляет контроль только за зарегистрированными некоммерческими организациями общественные объединения также что согласно статьи 5 и абзацу 8 пункта 1 статьи 8 федерального закона от 12 0 1 96 года 10 федерального закона о профессиональных союзах их права и гарантия деятельности федеральным орган государственной регистрации его территориальные органы субъектах российской федерации полномоченный регистрирующий орган мир праве контролировать деятельность союзами их объединили ассоциаций первичных профсоюзных организаций профсоюзы независимых своей деятельности от органа предполнительной власти им не подотчетны и не подконтрольны. То есть мы есть. Мы с них можем спрашивать. Мы можем создавать комитеты и даже с них спрашивать какие-то моменты. Мы получаемся как конституционная система народа власти. Объединившись народ, как профсоюзом объединив народ, мы являемся многонациональным народом. Тем самым источником власти. Мы делаем запросы любые. На любые органы. И если у простого человека его просто шпеняют, ему дают необоснованные отказы, ему дают неполные ответы, то профсоюзу это уже дать невозможно. Если они дают неполновесно, то через суд тот же, который стоит на защите профсоюза, там идут штрафные санкции очень большие. Для юридических лиц там идет от 300 до 500 тысяч. Поэтому, если чиновник дает мне неправомерный ответ, обманывает, пытается вести в заблуждение, то там уже и мошенничество, и остальные уголовные статьи. Там идет и вплоть до уголовной ответственности. Поэтому у профсоюза хорошие рычаги давления на любые организации и даже на власть. Хорошо. Почему все-таки профсоюз? Профсоюз у большинства людей, представления, это означает профессиональный союз, где люди, например, те, которые занимаются каким-то делом определенным, они объединились и защищают свои права. Вплоть до того, что появились профсоюзы проституток. Здесь же профсоюз, это все-таки нечто более широкое. Вот давай эту тему немножечко с тобой рассмотрим. Значит, наш профсоюз, он является территориальным, свободным профессиональным союзом, ТСПС. То бишь территориальный, это говорит о территории, то есть он объединяет людей по территориальному признаку. Это вся наша родина. Не противоречит закону объединения всей нашей родины под эгидом даже одного профсоюза. Свободный, это говорит о том, что это могут быть люди любых профессий объединиться. Это и дворники, и автослесари, это и врачи, и доктора наук могут быть, и предприниматели, и бизнесмены. Они могут быть участниками профсоюза. То есть это не запрещено. Также могут быть люди с ограниченными возможностями, даже не работающих. То, что у каждого человека есть своя профессия. И пенсионеры могут быть. То, что у некоторых пенсионеров еще можно и поучиться. Они, кстати, очень активные люди. Вот у нас есть достаточное количество людей пенсионного возраста, и они очень активные, они очень многое помогают, и документы составляют в профсоюзе. Ну, очень большая от них помощь. Скажем, да, в последнее время было, ну, как в последнее время, с 50-х годов было перепутано вообще понятие профсоюза, что это такое. Да, была такая подмена понимания у людей сделана, что люди воспринимали профсоюз как фонд социальной помощи. Это бутылка шампанского на Новый год, холодильник розенлев, путевка в Сибирь. То есть, сейчас я говорю многим, да, что если вам нужна бутылка шампанского на Новый год, то пишите заявление и обращайтесь с этим заявлением в фонд социальной помощи. Возможно, они на Новый год вам бутылку шампанского не дадут. Нам пока, ребят, праздновать нечего. Мы пока находимся не в том состоянии нашей Родины. Нам сейчас надо, как действительно профсоюзу, профсоюз это всегда был борец, это отвоевывались два выходных дня из 12-ти в 8-часовой рабочий день, чтобы был. Это гзот. Ни один закон даже в Советском Союзе не принимался без утверждения профсоюза. Ни один закон. То, что законы многие сейчас противоречат вообще. Настроены против народа. То есть, получается, вообще у нас как геноцид. вот как-то вот в таком вот ключе получается. Союз у нас свободен. Да. То есть, получается, что приходите все, кому дорога Россия и Лыжин, кто понимает, что происходит. А вообще, что, по-твоему, сейчас происходит? Происходит переход в феодальный строй. Если сейчас отменят конституцию, к чему я веду, да, я вижу, что происходит, да, кричат об отмене определенных статей, о замене. Плохенькая, но она есть. А если ее сейчас отменят, а ее могут под любым соусом отменить и проведут выборы так, как надо. Мы все прекрасно знаем, как это все делается. Вот. Поэтому, как только нас всех оставят без конституции, тут же, говорится, начнется феодальный строй. Бесправные рабы и олигархи, как феодалы, сядут каждый у меня свой регион и разорвут страну. Я хочу, да я думаю, и все мы хотим сохранить нашу родину, но для этого нам надо просто всем объединиться, стать действительным народом, отбить свою страну, говорится, победить это все, победить ту самую коррупцию, сделать нормальные отношения с чиновниками, когда они действительно служат народу, как они призваны служить, когда мы имеем право с них спрашивать за их работу, когда мы должны их нанимать на работу по договору, все-таки, наверное, о работе и отзывать их мы должны. То есть, не может так, что вот мы его просто выбрали, да, и потом пять лет он там что хочет, то и воротит. Если он что-то делает против народа, он должен быть отозван народом. вот это вот мое мнение, я думаю, что это мнение многих людей. Понятно, но тогда надо это уточнить. А разве сейчас нельзя депутата отозвать по каким-то признакам? Нет, они уже много лет никак не могут принять закон об отзыве депутатов. Ну, представляете, что будет, если они сейчас подпишут закон об отзыве депутатов. Да их тут же отзовут всех. Они с кормушки слетят. Как это? Столько денег не будем получать. Зарплата шикарная. Хорошо. Понятно. И народов. Понятно. То есть получается, что тот, кто заинтересован в своем месте, никогда не подпишет закон, который этого места может его лишить. А как профсоюз может воздействовать на таких горе депутатов? Профсоюз имеет право писать законы, вносить поправки в законы, отзывать законы. И только нас должно быть много. Нас должно быть там не 20-30 человек, не 100, не 200, не 1000, не 2, а миллион. И вот тогда нас не только будут слушать, но еще и будут слышать. И тогда можно действительно и отзывать, и писать законы. Надо просто объединиться. Хорошо. Как вступить в профсоюз? По каким принципам он существует? Значит, профсоюз существует только на вступительные и членские взносы. Ну, плюс еще, как говорится, на пожертвования, на благие дела. То есть, у нас взнос в профсоюз, то есть, вступительный, он составляет 1000 рублей, и 200 рублей у нас еще месячный взнос участника профсоюза. Да, кстати, сразу скажу, что мы по решению профсоюза, да, приняли решение такое, что мы называем наших участников не члены профсоюза, а именно участники. У нас принятое решение есть, и теперь у нас не члены, у нас участники профсоюза. То есть, человек вступил, взнос взнес, и дальше ежемесячно он 200 рублей доплачивает. Есть люди, которые сейчас живут, скажем так, за чертовой бездности, которые не могут найти работу и кормятся за счет того, что им дает земля, на которой они живут. Как с такими людьми быть? Есть у нас такие участники профсоюза, есть у нас такие. Скажем, мы входим тоже в их положение, и они становятся участниками нашего профсоюза, мы принимаем решение, да, принять человека в участнике профсоюза. Но человек, скажем, он помогает, иной раз вот такой человек, он даже намного больше сделает, чем тот, кто вносит 200 рублей и ведет какой-то пассивный образ движения. Данные люди, иной раз, пишут такие бумаги интересные, помогают составлять документы, знаете, у него нет юридического образования, но он так написал, что мы тут сидимся и говорим, вот это молодец. То есть каждому находится применение, каждый, он находит себя, человек, да, если у него вопросы с работой, говорится, если у нашего какого-то предпринимателя есть вакантные места, и он с удовольствием берет этого человека, то есть люди приходят сейчас ответственно тем, кому не безразлична ни судьба нашей родины, ни судьба наших детей, внуков и правнуков, ни такого человека, ну как вы не взять на работу. Находится место ему, фермеры, у нас много фермеров, и у них рабочие места находятся, есть и сезонная работа, мы помогаем с трудоустройством, мы начинаем решать эти вопросы, мы не так давно созданы, 19 января мы создали профсоюз, но, скажу так, мы работаем, мы, конечно, считаем, что в большей степени у нас принято такое решение, мы сначала делаем, потом показываем, мы не кричим, и я всех, кстати, призываю не бежать навстречу паровозу с шашкой, да, и кричать за шибу, это глупо, бежать там по каким-то инстанциям, выходить на митинги, это вчерашний день, это управляемый, есть момент управления толпой, поэтому не нужно этого делать, просто это в моем понимании, понимание и актива нашего профсоюза, и участников профсоюза, что это просто поломанные ребра людям, разбитые головы, и потом либо инвалиды, зачем? Надо клин вышибать клином, закон вышибается, законом, то есть, вот сейчас новый законопроект о том, что за грибами, за ягодами надо будет ходить с лицензией, охотничий билет на грибы и ягоды, ну, я так образно говорю, но я считаю, это вообще неправильно, а кто это может отменить? только народ, но народ надо объединить, чтобы отменить, есть для этого профсоюз, который имеет право отменять, вот, мы помогаем пенсионерам, мы помогаем у людей, у которых проблемы с ЖКХ, мы делаем запросы, мы сейчас делали запросы на главный следственный комитет и генеральную прокуратуру по поводу наших паспортов Российской Федерации, почему подпись нет расшифровки, кто этот человек, который подписывал и выписывал паспорт, расшифровки его фамилии нет, сама печать не подходит под ГОСТы, то есть, что это вообще такое, так как закона о паспортах нет, есть только указ, то есть, мы и такие вопросы уже задаем, я прекрасно понимаю, что мы костью в горле любого государства и тех же работодателей, то, что мы отстаиваем интересы, еще раз повторюсь, что мы не фонд социальной помощи, мы именно отстаиваем, мы борцы, мы отстаиваем интересы каждого человека, вот у нас сейчас одно отделение в Манчегорске уже вот оно официально открывается, оно уже открыто официально, сейчас вот только передаем им уже печати, документацию всю до конца, доверенности на право действия и еще вот сейчас в Кингисеппе Ленинградской области у нас тоже открывается еще одно отделение уже на этой неделе, в конце этой недели оно будет открыто, еще у нас 15 отделений по всей стране уже формируется, это Сочи, Белгородская область, Рязанская область, Ярославская область, Хакасия, Урал, многие регионы, они вот сами звонят, говорят, то есть, они смотрели мои ролики ВКонтакте в группе, смотрели на Ютубе у меня ролики, читали информацию у нас на сайте и многие сами звонят и говорят, мы именно от Питера хотим открыть у нас отделение и мы ничего против не имеем и объясняем, что чтобы открыть отделение, вам надо иметь 10 человек от вашего региона, области, города, края, 10 человек, которые уже вступили в профсоюз и эти 10 человек проводят выборы, они сами себе выбирают, не я кого-то назначаю, не актив профсоюза назначает кого-то, люди сами на месте выбирают себе из своего числа председателя отделения профсоюза и он имеет точно такие же права, как и у меня здесь, как в головном профсоюзе и дальше он уже действует полностью, в полной мере делает такие же запросы, как и я здесь делаю, просто идет делегирование этих полномочий и они сами вправе все это делать и если им нужна какая-то помощь, то им оказывается помощь всей страной. Вот у нас большой вопрос был с Любовью Байнарович, сейчас администрация Красного Бора подала, конечно, опять на апелляцию, выигран был в суд, прокурор за женщину подал в суд, у нее четверо детей, один ребенок инвалид. Прокурор подал в суд Тосинский по тому, чтобы ей выделили квартиру, как ребенок инвалид, и он выиграл этот суд. В честь и хвала этому прокурору. В честь и хвала этой судье, которая присудила по закону все правильно, здраво, от сердца, да, то есть все было очень правильно. но полгода, то есть 30-го числа августа 2016-го года было принято судом решение и вот уже скоро апрель, через несколько дней, да, буквально и до сих пор квартиры нет. Так как она стала участником нашего профсоюза, мы подали запрос в администрацию Красного Бора и Красный Бор написал, что мы подали апелляцию. Я был предельно удивлен Латоновой Оксаной Владимировной, я не знаю, где с ним ее дети и как вообще совести хватает. По закону присуждено от государства дать квартиру, дайте. Вы же не свою из кармана достаете. Вы перепутали может быть свою шерсть с народной? Это очень сильно удивляет и вся страна. Мы попросили людей откликнуться и написать письма требования в администрации Красного Бора непосредственно Латоновой Оксане Владимировне. Вы знаете, откликнулась вся страна. вся страна откликнулась. Это было настолько приятно. Даже некоторые инвалиды на колясках присылали фотографии, что вот я отправил письмо в помощь Байнаровича любви Евангелия. Это шикарно. То есть когда мы все поддерживаем друг друга только вместе, только вот все вместе мы сила. Нас никто не сможет разорвать. Понятно. Хорошо. Раз уж мы заговорили про выборы, давай коснемся того, а как по-твоему должны проводиться выборы. Сейчас у нас выборы проводятся в последующей системе. Кто-то кого-то выдвигает, далее печатаются где-то одинаковые совершенно бумажки под названием бюллетени, без номеров, без имени. Далее на участке кто-то ставит штампик и эти бумажки выдаются. Я иду, ставлю галочки за того, кого мне предложили, не того, кого я хочу избрать, а того, кого мне предложили. И опускаю, так сказать, в урну. На мой взгляд, хорошее дело урны не назовут. Ну, ладно. Дальше что с этими бумажками происходит? Я не знаю. Может, там у кого-то что-то случилось, и он эту бумажку куда-то там пошел и как-то использовал. Может, кому-то не понравилась моя галочка, и он поставил рядом вторую галочку, сделав эту бумажку недействительной. Кто-то, может быть, просто заменил, потому что они совершенно одинаковые, и никто не будет размираться, моя ли рука галочку ставила, или рука какой-нибудь тетеньки или дяденьки, которые наняты для корректировки. И так далее, и тому подобное. Вот сейчас у нас можно выбрать кого угодно. Вот сейчас захотят, например, Обаму в России выбрать, и Обаму в России выберут. Захотят там какому-нибудь товарищу из Папуанова Гвинея, и его выберут. Всемогущая у нас эта избирательная система, которая строится по такому принципу анонимности. Вот давай разберем, на твой взгляд, как бы нужно правильно проводить, и каким образом профсоюз будет отстаивать права наших граждан, наших людей, живущих в России, ну, на родине, на родине, Россия это все-таки более широкое понятие, на родине, для того, чтобы не допустить больше вот такого беззакония, на мой взгляд. Вот сразу, наверное, с последнего момента, это народный контроль. Во всем народный контроль, чтобы они с тропинки правильные не сбивались, те, кого мы выбираем. Мы выбираем их для того, чтобы они служили народу по чести и по совести, и чтобы они делали жизнь людей легче. А по поводу выборов, по поводу выборов, ну, конечно, надо того человека, которого народ собирается выбирать, да, чтобы у него был договор с народом, а не просто бумажка. Договор, что я обязуюсь выполнить то-то, то-то, то-то за эти пять лет. Я беру на себя ответственность выполнить какие-то моменты. если он их не выполняет или уходит от выполнения данных обещаний, данного договора, то он должен быть, договор с ним должен быть расторгнут, и он уволен. И, может быть, еще и какие-то штрафные санкции, а то и тюремные заключения должны быть, если он нанес ущерб народу. какие-то такие моменты должны быть. На сегодняшний момент я, скажем так, четко не смогу, конечно, сказать, но вижу я это примерно так. Все это отшлифуется со временем, как это сделать. Придут люди, которые смогут это и описать, и объяснить, потому что люди все подтягиваются. Понятно. Ну, на мой взгляд, первое, что необходимо делать на любых выборах, это уходить от анонимности для того, чтобы не было каких-то вбросов и подвохов. Если я приведу на выборы, распишусь в двух бумагах или в трех, и будут поставлены печати и фамилии, имя, отчество, кто мне выдал бумагу, то есть будет там две фамилии, моя и того, кто выдает, вот, то в этом случае мне будет потом проще проследить, поскольку одна бумага останется у меня, я всегда ее смогу предъявить в какой-то комитете, например, тот же самый профсоюз, чтобы проверили, а нет ли какого-то подвоха. Дальше, все бланки должны быть номерные, а не просто так выпущены непонятно где, непонятно при каких условиях. И какой-то копия, еще третий копия должна храниться в какой-то независимой организации, в банке в каком-то, на тот случай, если вдруг что-то случается со мной или что-то там где-то потеряли в избирателе компании, чтобы всегда можно было поднять архив и посмотреть. Потому что сейчас, как я не обращу внимания, после выборов начинаются баталии, где ЛДПР, коммунисты и кто-то там еще постоянно кричат вот там вбросы, вот там подвохи, вот там обманы. Но ничего не могут сделать, сколько в суды не обращаются, ничего не могут доказать, уж если совсем кого-то за руку поймали. Мне кажется, надо уходить от такой расточительной системы, которая занимается тратой нашего времени, тратой нашего внимания, но при этом получается пшик. необходимо, чтобы гражданин был уверен. Я гражданин, мне скрывать нечего, я ничего плохого не делаю, я открыто изъявляю свою волю. Воля народа это воля Бога. Поэтому никаких тайных выборов, на мой взгляд, не должно быть, потому что через таинства всякие в данном варианте происходят обманы. Вот я вижу это дело так. Алексей, вот все верно. Прям вот, знаете, я вот запишу, потому что это действительно очень важный вопрос и профсоюзу, как, скажем так, в конституционной системе народовласти в дальнейшем это все предстоит. И это обязательно надо делать. Без этого просто ну никак. Обязательно должно быть, чтобы проверили. Правильно вы это сказали настолько, что вот даже добавить нечего к этому. Это так и должно быть. Ну да, скрывать нам нечего. Так, Любая организация имеет какие-то расходы. Помимо расходов должна, на мой взгляд, вести какую-то хозяйственную деятельность для того, чтобы себя каким-то образом содержать. Конечно же, люди у нас добрые, конечно же, люди у нас сознательные, если им все правильно разъяснить, какие-то взносы будут идти. Но, на мой взгляд, если мы просто держимся на взносах, это одно. Если же у нас есть какая-то хозяйственная деятельность, это другое. Например, должен быть какой-то общий кошелек, куда бы что-то складывалось, какой-то по-современному банк. Имеет ли право профсоюз такой банк учредить? И насколько он будет правомерен, насколько он будет не отличаться от других банков или наоборот отличаться в лучшую сторону от других банков? Профсоюз может учредить внутренний банк, где будут и храниться средства профсоюза. То, что если профсоюз большой, то и средства, если он сильный, и средства большие, там уже они должны охраняться, потому что доброжелателей-то у нас много, поэтому, чтобы это дело сохранить, это большая ответственность. Люди вносят деньги и тут надо правильно распорядиться, кому-то помощь оказать, построить тот же санаторий или реставрировать санаторий, чтобы участники могли с детьми отдыхать, делать какие-то базы отдыха для детей, куда могли на лето родители отправить с вожатыми, с соответствыми людьми, детей отдыхать, счет профсоюза. Тут на сегодняшний момент, у нас просто небольшой 200 рублей ежемесячный, и на сегодняшний момент у нас пока больше расходов, чем какого-то прихода. По поводу того, чтобы какую-то хозяйственную деятельность вести, мы не коммерческая организация, мы не имеем права вести коммерческую деятельность. Люди могут внутри профсоюза, люди просто объединены, и у них уже появляется доверие. Они могут кооперативы создавать, но кооператив это безграничное доверие друг к другу. Понимаете, это очень сложно, это кооперативы и потребительские общества. Это довольно-таки очень сложно, потому что я еще раз повторюсь, это безграничное доверие пайщиков их друг к другу. Поэтому мы от этого момента кооперативов и потребительских обществ сказали, нет, ребята, вы можете создавать, пожалуйста, но профсоюз к этому отношения иметь не будет никакого. Потому что мы не хотим быть замараны в чем-то, не дай бог, доверие не все могут называть. Тем более мы сталкивались, и я так думаю, и вы, и я сталкивались, и любой человек сталкивался с этими вещами. Поэтому какую-то хозяйственную деятельность тут мы не коммерц, мы не коммерсанты. Я понял. Но с другой стороны, конечно же, можно придумывать какие-то дочерние может быть компании, которые не связаны вроде бы с одной стороны с профсоюзом, но с другой стороны члены профсоюза опять же по своей профессиональной деятельности могут объединяться в какие-то коллективы, колхозы, коллективное хозяйство для того, чтобы содержать себя и уже из достатка которой получается какую-то часть жертвовать на содержание самого кооператива. То есть с одной стороны кооператив он не будет заниматься коммерцией, и это не нужно, потому что это другая сфера профсоюза могут заниматься любой деятельностью, которая не противоречит конституции, которая не противоречит здравому смыслу, которая направлена на созидание и так далее и тому подобное. Ясно. Еще перейдем к следующему. Какие все-таки цели ближайшие и цели вообще вот этого всего движения? Как нам сейчас расставить все на своей точке? Вот ближайшая цель такая, потом это, а потом дальше вот это? Алексей, ближайшая цель у нас это объединить людей. Это самая главная такая цель, которая у нас сейчас, это объединить людей, чтобы нам Родину не разорвали на части. Это самая первая и самая важная цель. Следом это естественно писать законы, делать требования, восстанавливать все, на законные рельсы, потому что у нас многие чиновники сбились с правильного пути служения народу. Поэтому это все надо восстанавливать. Дел очень много, их за, скажем так, за месяц, за два не разгрести. Но основной все-таки основной момент это стать народом, объединиться, чтобы мы были в действительности народом, который по конституции является источником власти непосредственной. И вот тогда уже можно делать все для того, чтобы народ жил хорошо. То есть другими словами ты предлагаешь другими словами народу взять власть в свои руки, стать хозяином на своей земле. да, стать хозяином на своей земле, нанимать на работу себе чиновников, которые будут трудиться на благо народа, чтобы народу было легче жить. А народ будет спокойно трудиться, зарабатывать денежку, кормить семьи, нормально жить. Чиновник также будет нормально жить, также получать жалования от народа. Он не зарплату, а жалования. Ему жалуют народ на то, чтобы он для народа делал хорошо. И если он делает плохо, народ его убирает и ставит следующего. Того, кто готов взять эту ответственность, за большую ответственность служить народу. Действительно большая. И это надо понимать, когда человек идет во власть, да, он идет служить народу. Но в последнее время просто все перепутали, для чего они идут во власть. Нет, мне кажется, они не перепутаются, они прекрасно понимают, для чего они идут во власть. Ну, я так не. Да, надо называть вещи своими именами. Большинство людей, нет, у меня есть знакомые, которые идут во власть именно, чтобы трудиться и работать на народ. Есть такие люди, хвала им и честь. Но, к сожалению, к сожалению, большому, на сегодняшний момент таких оказывается меньшинство, и их выдавливают, потому что они, как белые вороны, не вписываются в эту систему. и есть у нас даже, смотришь иногда на каких-то высокопоставленных чиновников или там управителей самого-самого высокого уровня, правильные вещи человек говорит, и он добивается, говорит, ну, что мне вас, расстрелять уже что ли всех, что вы тут занимаетесь ерундой, давайте уж делом заниматься народ. Казалось бы, правильные вещи говорит, а все упирается в то, что, ну, сказал он и сказал. Ну да, тут, как там в песенке, боюсь, но продолжаю воровать, да? Да, 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 да. Да, да, ой, как боюсь, но все равно буду продолжать там на яхтах на своих ходить по морям зарубежным. Вот это все сохраняется. Получается, что если сейчас народа власти будет поднимать, ну, не то, чтобы голову, а будет становиться на крыло, будет становиться хозяевом на своей земле народ, то в этом случае тогда соединятся вот эти потуги, которые во власти кое-где промелькивают, да, с тем, что народ хочет. И вот в этом случае возможно без революции, без потрясений к чему-то нам прийти, потому что сейчас видно, что происходит вокруг России, каким образом через вот эти всякие митинги по возбуждению людей, люди, которых я называю нелюди, приходят в управление, приходят к штурвалу и начинают дальше уже грабить в этой мутной водичке еще больше. И к чему, в общем-то, народ приходит. Вот наша задача без революции спокойно взять власть в свои руки, помочь тем, кто хочет служить народу, а тем, кто не хочет служить народу, указать на то место, где они должны в данном случае находиться. Вот мне кажется так. поэтому мы призываем тоже именно ни к каким митингам, ни к чему вот этому, да, мы призываем как раз таки к эволюции сознания, да, когда человек уже понимает, что происходит, что он есть человек, что он есть хозяин на своей родине, и от этого все идет. Потому что, например, чтобы побороть систему, надо быть вне системы и над системой. Тем самым является вот народа власти, оно является надсистемным. То есть, если есть система, да, то капсоюз над ней и как народа власти требует от избранной им же власти выполнения того, что избранная народом власть обязана делать. Другими словами, мы возвращаемся к одной из древних форм самоуправления и самодержавия, когда народ себя держит, не самодержавия, в смысле, когда нам сказали царь-батюшка, а именно самодержавие, самодержавие, когда народ себя держит, которое называлось копное, вечевое, круговое, казачье право и так далее, когда люди сами назначали тех, кто, на их взгляд, достойный из достойнейших. Да, вот у нас, например, в профсоюзе, да, у нас, когда вот какие-то голосования проходят, то, что мы принимаем решения коллегиально, не то, что вот я там что-то придумал, мне там в голову что-то сбрело, да, и я там, ааа, побежали, нет, мы обсуждаем каждый вопрос, мы сели, обсудили, вот у нас больные вопросы, вот такие, их надо срочно решать, значит, есть вот такой, такой путь решения, у кого-то есть еще там предложение, да, вносят предложение, вот это еще легче, то есть, чем легче добиться, да, то есть, КПД высокий немало трудозатрат на это, все голосуют, если кто-то против, у нас нет воздержавшихся, их не может быть, потому что, если ты воздержался, это получается, твоя хата с краю, я ничего не знаю, я за это не голосовал, нет, у нас это не проходит, у нас только либо за, либо против, если против, будь добр, объясни, обосну, почему, может быть, мы все с тобой согласимся, вполне возможно, что ты прав, он объясняет, и там уже, как говорится, принимаем решение, прав он или не прав, говорится, может быть, действительно, поэтому мы вот таким путем всегда действуем. Хорошо, хорошо, и последний вопрос у меня, как человеку, который захотел стать участником профсоюза, стать таковым участником, куда обращаться, как обращаться, какие-то координаты, подскажешь? Значит, сайт по-латыни tsps-sfo.ru с как доллар, значит, либо в группа ВКонтакте, капсоюз СССР, Санкт-Петербург, Северо-Западный Федеральный округ. Ждемкин Сергей Александрович, у меня личная страничка есть ВКонтакте, можно ко мне прямо добавляться, можно задавать вопросы, вот, есть почта 937-4640, D маленькая, латинская, собака gmail.com, ну, и телефон тот же самый, телефон Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, это 937-4640, либо 921-937-4640, он и прямой, и федеральный номер, это один. Так что можно обращаться, чтобы вступить, надо просто распечатать, он есть на сайте, заявление участника профсоюза, есть в группе ВКонтакте, там выставлены все документы, и программа профсоюза до 22-го года, там все документы выставлены, так что заявление пишут, отправляют его, если человек находится далеко, он отправляет его по почте, то есть, кладет в конвертик, вкладывает туда две фотографии, 2 на 3 сантиметра, и отправляет почтовым отправлением на Санкт-Петербург, 195-299, Демкину Сергею Александровичу, до востребования. Вот, я хожу через день на почту и получаю данные письма. Также вот взнос, вступительный и ежемесячный, его можно просто отправить на карточку, да, то есть, с пометкой «Взнос в профсоюз». Да, ну и там приходит от кого, да, идет это так. Это все просто сразу же снимается, с карточки кладется в кассу, заносится в ведомость обступительный взнос и ежемесячный взнос. Каждому участнику профсоюза будет выдаваться, вот с 12-го числа уже типография, годзнак, закончить печать номерных профсоюзных билетов. Каждому участнику профсоюза будет выдан билет профсоюзный. Ты можешь показать, как он выглядит? Билет, билета самого сейчас нет, потому что годзнак еще не напечатал. Напечатаны пока удостоверения для председателей отделений профсоюза, да, он так отсвечивает, да, вот так выглядит, да, вот это вот мое удостоверение, с которым проход председателя на любое предприятие, беспрепятственный, где работает у него участник профсоюза, где трудится, там не работает, там не работает, а трудится. И, значит, почему две фотографии? Одна фотография идет на билет профсоюзный, вторая идет на учетную карточку участника профсоюза, да, вот она клянется здесь. Значит, имеется, конечно, картотека, да, в которой вот эти вот, то есть все по закону, чтобы вот ни с какой стороны было не подпустить. То, что идем правильной дорогой, идем именно дорогой народа власти и именно за счастьем народа, чтобы счастье народу досталось. То есть долгое время все боролись, там, и Дума, да, и правительство за счастье народа, и счастье того народу, как я вижу, его отобрали. Поэтому придется нам отбирать у них счастье народа и вернуть его народу. Дума с правительством долго боролись, в конечном итоге народ был побежден. Да. Хорошо. Отлично. Ну, в заключении у нас есть такая традиция, когда говорящий желает что-либо нашим слушателям и зрителям. Вот что бы ты, ходя из канвы сегодняшней нашей передачи, мог бы сказать, пожелать нашим слушателям и зрителям Народного славянского радио? Зрителям народного и слушателям Народного славянского радио я могу пожелать счастья, добра и радости и чтобы эволюционировали, эволюционировали, чтобы открывали свои глаза, чтобы читали больше книг. Те, кто хотят, те, кто управляемый, имеют дома большие телевизоры, надо читать, надо думать своей головой, делать выводы лично самому. Информации льется много. И с телевизора, и отовсюду. Пропаганда, машина пропаганды работает. И работает она не в благо народа в последнее время, она работает как-то на разрушение, на разрушение семьи, на разрушение понимания жизни, ценностей жизненных, семейных ценностей. Я вот пожелаю всем, чтобы все думали своей головой и старались сохранять семьи, приумножать семьи, чтобы у всех было много хороших, здоровых детей. потому что это наше будущее. Ради них мы живем. Благодарю тебя. Благодарю за правильные, добрые слова, на мой взгляд. Напоминаю нашим зрителям и слушателям, что сегодня мы разговаривали с Сергеем Александровичем Демкиным по поводу конституционной системы народовластия, единственного законного выхода из сложившейся ситуации в нашей родине. Вот такой у нас получился интересный разговор. Я думаю, что есть над чем поразмыслить и есть подумать, куда дальше двигаться. И самое главное, пришло время, на мой взгляд, каждому становиться хозяином на своей земле. Будьте счастливы. Желаю вам всем добра. Услышимся и увидимся. До доброго. Тысячелетия Русс.